После того, как украинская полиция тщательно расправилась с большей частью служебных Prius и собралась пересаживаться на подзаряжаемые гибриды Mitsubishi Outlander PHEV, имеющие порты зарядки Chademo и Type-1, у официального импортера компании MMC Украина возникла проблема, чем и как заряжать эти и другие электромобили. Выбор был сделан в пользу зарядных станций АББ. Это производитель с мировым именем, действующий на рынке с 1988 года. Это шведская и швейцарская корпорации, специализирующаяся в области электротехники, энергетического машиностроения и информационных технологий. Она представлена более чем в 100 странах мира и надежность его продукции хорошо известна, в том числе и в Украине. В качестве зарядной станции в сервисных центрах Mitsubishi решено было использовать Terra 53 CJ – голландского производства. Такие применяются во многих европейских странах, как правило, на заправочных комплексах и парковках крупных торговых центров. Зарядные станции имеют разъемы CCS, Socket Combo Solution или CHAdeMO MODE 4 на 50 кВт постоянного тока и Type 2 MODE 3 переменного тока на 22 кВт. Они пригодны для работы в погодных условиях при температуре от минус 35 до 50 градусов Цельсия. Вот такие зарядки были установлены возле салонов официальных дилеров в Киеве, Днепре и у нас в Харькове. Однако, не так сталося, как гадалосься. Вопреки ожиданиям, продукты мирового производителя принесли своим владельцам не дополнительный доход, а головную боль. Заплатив за зарядную станцию 35 тысяч евро, как-то не ожидаешь, что исправление любой проблемы может занимать чуть не месяц. Фирменный сервис АББ в Украине, мягко скажем, не быстрый. Кроме того, за подключение к системе фирменного АББшного биллинга нужно еще 300 евро в год отдавать, а потом за каждую зарядку транзакцию 25% от полученной суммы. Переключиться на сторонний биллинг 3600 евро. Интересная математика получается. Допустим, продаете 1 кВт за 8 грн. Из этой суммы нужно четверть, то есть 2 грн. отдать АББ за биллинг. 3 грн. 63 копейки Харэнерго, 10% 80 копеек, средние потери. Итого больше половины из полученных 8 грн. приходится отдавать. И это не самое неприятное у соседей в России. Станция АББ очень популярна, и там давно наловчились делать левые карточки, купив которые можно заряжаться абсолютно на шару. У нас такое тоже по рукам ходит. Ну и наконец, эта станция не умеет заряжать машины для американского рынка, которых у нас каждым днем все больше и больше. В конце концов, владельцу надоела эта чехарда, и он решился заменить все агрегат на менее дорогой, но более надежный мультикомплекс от компании «Автоэнтерпрайз». Компания «Автоэнтерпрайз» специально разработала, производит и устанавливает универсальное зарядное устройство, которое позволяет пополнять энергию аккумуляторов всех типов электромобилей, производимых в Европе и США. 4 зарядных порта. Чадемо и CCS по 56 кВт. Тайп-1 и Тайп-2 на 18,43 кВт соответственно. Опционально возможна еще и комплектация с дополнительным коннектором CCS Type-1 или Тайп-2. В отличие от зарядных станций конкурентов, мультикомплекс от «Автоэнтерпрайз» обеспечивается полной трехлетней гарантией, и сервисная служба работает круглосуточно. Проблему, будя так и обнаружиться, в большинстве случаев устраняют в течение суток. Еще одно преимущество мультикомплекса, как и прочих зарядных станций «Автоэнтерпрайз» – бесплатный биллинг. С возможностью для клиента самостоятельно менять тарифы на каждом коннекторе зарядного устройства и при необходимости изменять силу тока. Ну и, конечно, главное преимущество – цена. 10 тысяч евро без МДС. А в качестве бонуса владелец получает возможность использовать мультикомплекс в качестве рекламного носителя. И в качестве паскриптума замена станции АББ на мультикомплекс от «Автоэнтерпрайз» занимает один день.